Здесь на столе лежат мои книги, которые составляют серию, называющуюся так, «Сакральное». Сакральное, значит, святое заповедное. В этой серии у меня входит около десяти книг. «Мая веданта» — это индуизм, «Мозерастризм» — это философия и религия, возникшая в Древнем Иране. Три книжки на тему буддизма. «Мой дзен», «Моя хинаяна» и «Моя махаяна». «Мой ислам», «Мой иудаизм». Есть еще книга «Мой иудаизм», которую я забыл взять. Книга «Атмана» — это предложение к моей веданте. Есть у меня книга «Изида», связанная с тематикой Древнего Египта. Короче говоря, Восток занимает в моем духовном мире очень существенное место. Я хочу сейчас попытаться объяснить, почему вот так происходит. Почему я человек европейской культуры, и мнение, которое тяга к Востоку. Но я начну с очень интересной аналогии между мозгом человека и земным шаром. Обращаю ваше внимание, что вот уже Гесиот в своей Тиогоне считает, что космос всего своей сферичности подобен голове человека. Впоследствии это многие не раз озвучилось, но Гесиот был, по крайней мере, в рамках античной традиции первой. Отсюда очень интересные языковые факты. Небо – это то, что над нами, и небо – это то, что является частью нашей гортани. Морфология космоса и морфология человека. Между ними параллели, между ними определенные сходства или изоморфизм. Итак, космос или планета, с одной стороны, с другой стороны – голова человека. Конечно, Гесиот не знал, что эту аналогию впоследствии удастся развить до очень тонких деталей. Крупнейшее открытие 20 века – это открытие функциональной симметрии мозга. Наш мозг, с точки зрения своей морфологии, абсолютно симметричен. Левое полушарие, правое полушарие, как говорят математики, это анантиоморфы. Они абсолютно одинаковые, между ними нет никаких различий. Но с точки зрения функциональной – это как бы разные миры. Вот это поразительно. Наше сознание где-то, я скажу, расщеплено, но где-то поляризовано. Левое полушарие – левое, вот это, да, логика, рассудок. Дискурсия – правое полушарие. Интуитивные порывы, воззрения, безумные страсти, чувственность. Я думаю, каждый человек, он имеет свою пропорцию активности левого и правого. И это критерий индивидуальности. Нет двух одинаковых людей, нет двух одинаковых людей, отчаяний задействованности левого и правого полушария. В идеале оба полушария должны работать не то, чтобы на полную катушку, как это говорят, но в общем, должно было быть именно так. Я думаю, гармонический человек – это человек, которому оба полушария функционируют, и на кого успешно. Но таких людей мало. Всегда есть какой-то перевес в одну сторону. Есть люди сухие, сухари их называют, рационалисты, люди холодные, у них совсем не работает правое полушарие, они не счастливы на красоте. Есть люди, наоборот, безрассудные, но очень яркие в плане эмоций, в плане интуитивной проникновенности и так далее, и так далее. Это наша голова. А теперь планета. Западная и восточная полушария. Потрясающая здесь получается параллель между головой человека и земным шаром. Западная полушария – это полушария, я бы сказал так, аналогичная левому полушарию мозга. Мы привыкли считать, что Запад рационалистичен, что Запад холоден в плане проявления эмоций. Хотя это все, конечно, спорно, и это все очень условно, но тем не менее. А вот Восток – это совсем другое. Восток – это интуиция, это безотчетность, это эмоциональность. Я прекрасно понимаю, что такого прямого, буквального изоморфизма между головой и планетой нет, и быть не может, всякие разные уровни. Ну вот, черт подери, удивительно красивые налоги. Вот она меня будоражит. Я много на ней думаю, я о ней не раз писал, и сейчас я к ней возвращаюсь. Так вот, я тяготею к Востоку, потому что я западный человек, хочу компенсировать свою западность. Я давно этим заболел. Мне было, может быть, лет 19, когда я понял, что я должен знать Восток, потому что Восток восполняет меня. Тогда я еще не знал про функциональную симметрию мозга. Это были 60-е годы, я не знаю, было ли на это время уже четко сформулировано эта идея. Я узнал это гораздо позже. Но вот я понимал, что Восток – это другое. Не то, что меня окружает. И вот мне было 20 лет, когда я писал открытки, заказы делал в город, который называется Ашхабад. Столица Туркмении, где ныне наш президент, значит, визит. Там жил чудесный человек – Борис Леонидович Свернов. Он врач по образованию. Судя по всему, врач, который хорошо знал, как устроена нервная система человека. Старый русский интеллигент. Кто-то касался воли судеб в Туркменистане. Он прекрасно знал хинди, знал Индию вообще глубоко. И он переводил на русский язык Бахафарад. Это великий индийский эпос, в состав которого входит ряд философских книг. Мухша-харма, Бхагавадгита, великая Бахагавадгита. Он прекрасный перевод Бахагавадгиту. Причем в этом томе было два варианта. Дословный перевод и перевод литературный. И самое поразительное, что в этой книге был комментарий. Это было семь томов. Комментарий, который давал информацию о том, что было в России запрещено. О восточной мистике. А в одном из томов текста было с гулькин нос, а комментариев в странице на 200 на 300. И там была изложена вся йога. Прежде всего хатха-йога. Но также и другие йоги были изложены. А я хотел к экзотике Востока. Понимаете, экзотика. Восток экзотичен, Восток сказочен. И, конечно, для меня эти книги были откровением. Они многое во мне предупредили. Где-то я сын Бхагавадгита, я так бы мог сказать о себе. Тяга к Востоку. Она вообще присуща русскому человеку из древних. Потому что тогда, тогда я очень любил Клюева Николая Алексеевича. Нашего великого олонецкого поэта. Вот мы должны гордиться тем, что это наш земляк. Я уже тогда понял, что Клюев заворожен Востоком. Что Клюев попал в некий плен Востока. У него есть прекрасное стихотворение, которое называется Белая Индия. Это стихия о севере. Север увиден как Белая Индия. И в этом стихотворении проявлены многие архетипы. Характерные именно для арийской культуры. Я бы написал потом целую статью. Мы встречаем у Клюева массу арабо-исламских мотивов, персидских мотивов, индийских мотивов, иранских мотивов, монгольских мотивов. Восток Клюева это что-то очень яркое, полифоничное. Русский человек любил мысленно уходить на Восток, как бы трансцендировать в сторону Востока. В нашей древней литературе существует немало текстов, это апокрифы. Где рассказывается путешествие русских людей в страну Рахманов. Кто такие Рахман? Ну вы просто понимаете, что Рахман это русский вариант Брахмана. Брахман, да. Ну, Брахманами назывались люди определенной касты в Индии. А Брахманом с большой буквы называлось высшее начало. Индийской философии, Брахман это синоним единого, синоним абсолюта. Вот Рахман, фамилия Рахманина у нас есть в России. К сожалению, слово Рахман в обычном языке, а это слово было на ходу, это слово было на слуху. Слово Рахман означает блаженный, как бы не здешний, как бы тронутый чем-то далеким, высоким. Любопытно, да? Я очень любил читать эти апокрифы, но это, конечно, не тогда, а позже. И сейчас я их читаю. Я вижу, что вот Русь-Святая Русь давно заболела Индией. Огромное влияние в России имели тексты романа Александрия. Вот Максим, мы обязательно прочитаем лекцию по Александре Македонской. Это мой герой. Всегда был, а сейчас, после того, как в Эрмитаже прошла грандиозная выставка Александр Македонский будет на восток, я вообще еще больше проникся любовью к этому человеку. Что это сделал Александр Македонский? Ну, вы подумайте, да? Греко-персидские войны. Боже мой, сколько Греция потеряла от перцев. Ну, тогда перцы еще не были мусульманами. Тогда перцы были с аристрийцами. Так, и вот Александр Македонский поклялся освободить Грецию от этой вечной восточной опасности. И он двинулся туда, на восток. На восток в Персию, где правил тогда царь Дарий. Боже мой, какой это был прекрасный поход. Но что главное в этом походе? В том, что эллинская культура вступила в взаимодействие с культурами востока. И какие эти были интересные связи. Я хочу сказать, что доминировало, конечно, греческое начало в этих контактах. Но доминировало, значит, не значит, себя навязывало. Греческая культура была очень тонко привита на культуру востока. Ну, вот, пожалуйста, Александр Македонский дошел до Индии. И вот в Александрии очень много об Индии сказано. Вот там Александр Македонский встретился с так называемыми гимнастофистами. Гимнастофисты в переводе с греческого на русский будут что означать? Наговы мудрецы. Это обнаженные люди, которые не признавали одежды, которые были мудры, которые жили на особом острове. Это островная Индия, легендарная, мифическая. Они, можно сказать, и смерти-то не знали. По крайней мере, возраст их был очень большой. Они презирали все ценности европейского мира. Они презирали богатство, они презирали оружие. Гимнастофисты. Ну, я потом в этом много разбирался. Я знаю, что определенная группа индийских философов, которые вот так вот создали свою такую общину. И действительно, вот Александр Македонский эту общину посетил и многое тут еще подчеркнул. Об этом написан целый роман. Их несколько редакций существует. В России Александрии зачитывались. Вот приезжайте во Владимир, наш чудесный русский город. Вот, пожалуйста. Ну, и сюжет воспринимался вот это, вот это, значит, передание о его путешествии на небеса. Это замечательно. Это замечательно. Вот Александр Македонский, я думаю, вот очень сильно повлиял на Клюева. И Александрия была, конечно же, любимой книгой Клюева. Как и моя любимая книга. Да, и пришел он до Индии. Вступил в контакт с регионами, где тогда очень сильной позицией занимал буддизм. Но буддизм возник в VI веке до нашей эры. Походу Александра Македонского до IV века до нашей эры. Еще буддизм был молодым религиозным образованием. И тогда буддизм был приурочен к Индии. Вы знаете, потом вообще-то, практически сейчас ведь в Индии нет буддизма. Буддизм был как-то вот, не то чтобы вытеснен, хотя где-то и вытеснен, или оттеснен туда. В сторону Непала, в сторону Гималая, потом в Китай, в Индии, в Китай, в Японию. Я не говорю уж про Монголию, естественно. Хорошо, Александр Македонский в буддийских регионах. Или такие регионы, которые находятся на границе с Индией. То, что мы называем сегодня Бактрией, Сагдианы. Это близко к самарканду. Самарканду, да? Недалеко от Самарканда. Самарканд тогда был уже известным городом. И там тоже были буддийские общины. И это была приводающая идеология буддийская идеология. Да вот, везде, где мы видим буддизм, с одной стороны, а с другой стороны присутствие Александра Македонского. Александр Македонский там оставлял своих нанесников. И они там жили семьями. И имелись целое поколение его ставленников. Вот начинался кантокультур. Вот искусство Бактрии. Буддийские образы. Будда. А из Вайн в духе античной эстетики. Синтез культур. Потрясающе, здорово. Меня это страшно увлекало. А тогда я уже знал, кто такой Рерих Николай Константинович. И я, конечно же, понимал, что экспедиции Рериха в чем-то созвучны экспедициям Александра Македонского. Идельно созвучны. Ведь Николай Рерих тоже думал о том, как культуры между собой вступают в контакт. Разные культуры, разные миры. Понимаете, разные миры. Но что общего между греческой голософией и буддийской голософией? Очень мало вариантов. Вообще, это альтернативные мировоззрения. И, тем не менее, контакт оказался возможным. Меня это все очень интересовало. И я стал забирать литературу по Востоку. Вот сейчас, когда я оказался лишенным гранта, и когда мне вообще придется урезать ноги своей кавалировки, я решил обратиться снова к теме Востока. Вот я буду писать две книжки сейчас. Одна, посвященная Вавилону. Вот у меня как-то не хватает Вавилона. Я охватил очень многие культуры. А вот Вавилонскую нет. Вот Шанеры, Акации. Это надо мне в эту лугуну запомнить. Потом я хочу написать маленькую книжечку про Александрию. Ну, город в Египте, который вообще... Есть город Космополис. В памяти Александра Македонского. Вот я хочу написать. Так, вот я сейчас поднял свою библиотеку. Я, начиная с юных лет, ну, мне было сколько тогда, ну, 16-18 лет, собирал серию по следам исчезнувшей культуры Востока. Серия такая в академию выходила. Какое счастье, что я эту серию брал, я много не читал. Вот куплю книжку, я люблю серии, да, и положу. Ну, конечно, представь, естественно, да. И какое счастье, что у меня сейчас эта серия вся с руками. Там такие книги потрясающие. И вот я как раз составил картотеку вчера или позавчера. И я вот выложил на видное место эти книжки и буду сейчас их студировать. Там целая серия книг про Александра Македонского. И там прекрасная биография Александра Македонского. Там масса литература по Вавилону, которая мне нужна. И там масса литература по реанизму от Александра Македонского, опять-таки, да. Вот это та же самая Александрия. Хорошо, хорошо. Итак, вот Восток. Восток, да. Я понял, что Восток, еще раз повторяю, как бы восполняет мою европейскую односторонность, европейскую асимметрику. Поскольку я совсем юным человеком поступил в аспирантуру по эстетике, мне было тогда 21 год, то я почему-то особый интерес проявил к эстетике Японии. Я понимаю, откуда это началось. Понимаю. Меня поразили японские трехстишие. Ну, это было совсем ранним возрастом. Может, мне было 16-17 лет. Японские хокку. Хокку. Трехстишие. Ну, вот. Одно из таких хокку сейчас вам прочитаю. Это Басё. Басё. В переводе Веры Николаевны Марковой. «За ночь венок обвился, вкруг боди моего колодца, у соседа воды возьму». Поверьте, о чем я отвечу. Вот. Венок обвился вокруг боди, венок нельзя беспокоить, лучше сходить к соседу, там взять воды, а венок пускай растет. Удивительное отношение к природе. Меня это глубоко поразило. И я стал собирать японистику. Опять-таки, у меня шикарная библиотека по Японии. Я ничего не пропускал. Ну, и по Китаю тоже. Все переводы, которые выходили, у меня собраны аккуратненько. Конечно, многое не прочитано по-настоящему, но... Я знаком с этим пластом мировой культуры. Очень даже знаком Япония. А вот потом мне удалось истить в Японии. Правда, у меня уже было где-то по 30 лет, но все равно это не так уж много. Я очень мало ездил по миру. Не только потому, что все деньги, которые я имел, выходили на книги. А потому, что я считаю путешествия, путешествия за границу советскому человеку противопоказанно. Это унизительно всегда. Я был в Японии. Я мечтал увидеть огромную статую Будда. Будда в городе Нара. 19-метровой Будда. А наши туристы решили, что нафиг нам нужен Будда. И этот день был посвящен походам по магазинам. Я остался без Будды. Я понял, что я живу среди идиотов. Ездить с ними за границу я не хочу. А на индивидуальной поездке у меня нет денег. И тогда какой индивидуальный туризм? Да, это было невозможно. Да и сейчас это не по карманам. Я свернул эти поездки. Вот 31 год назад я был в Японии. Главное последнее поездка за границу. Нет, потом я ездил в Германию, но уже по приглашению. Да, к Японии. Вот я в нее влюбился безумно. Потому что Япония – это антимер. Япония – это зазеркалье. Я всегда интересовался проблемой в космических контактах. Я же ученик Еврея Ивана Антоновича. Ивана Антонович, как и Клюев, был болен востоком. Иван Антонович, как палеонтолог, делал раскопки в Монголии. Я, конечно, там видел очень много связанного с буддизмом. Это понятно. Вот, и он вот спел Александра Магедонского в своем романе «Та из Афинска». Гениальнейший роман, так? Вот. Так вот, Япония. Япония, да? Я возвращаюсь к мысли, навеянной Ефремову. Вот Ефремов часто описывает контакты двух цивилизаций. Как правило, это контакты, где много инвариантов. Игримов был сторонником космического новогенеза. То есть он считал, что развитие в космосе идет закономерное развитие жизни, эволюционное развитие. Новому генезу. Развитие по закономерной основе. На основе закономерных алгоритмов. Он считал, что везде мы встретим существ, похожих на нас, с такой же логикой, с такой же примерной эстетикой. Но не важно. Контакт все равно есть контакт. Все равно есть различия. Все равно есть расхождение. Так вот, я моделировал космический контакт на двух уровнях для себя. Я занимался изучением насекомых. У меня есть книга «Насекомых». Что контакт с насекомыми – это как контакт с другой цивилизацией. Я изучал Японию именно под этим углом зрения. Потому что Япония – это альтернативная страна. Это альтернативная философия, это альтернативная эстетика. Пожалуйста. Вот я европейец. Я воспитан в духе античного канона. Что любят европейцы? Симметрию. Ну вот, дайте мне букет цветов и скажите, поставьте его в подоконник, так как это было бы лучше. Где его поставлю? Посередке. Правильно, да? Инстинктивно это сделать. Это вам не привито. Это меня заложено. Япония никогда так не сделает. Япония сдвинет влево или вправо. И эллинская эстетика – это эстетика асимметрии. Да? А японская эстетика – это эстетика асимметрии. Асимметрия. Асимметрия проходит через все японское искусство. Икебану, бонсай, театр но, хоку, танки – везде светри нарушено. Почему? Трудно на это ответить. Но есть такое объяснение, немножечко наивное, что японцы живут в сейсмически активной области, и для них нет ничего устойчивого, ничего равновесного, все колеблется. Но, может быть, это имеет какие-то основания, мысли о том, что именно этот момент повлиял на японское мироощущение. Не знаю, но это загадка. Вот так народ чувствует красоту. Ну, пожалуйста, давайте вот сравним наш мир и мир Японии. Вот в плане зазеркалия, в плане зазеркалия, как мы с вами свершаем трапезу. Вначале первое – это суп, потом второе – это котлеты, потом сладкое – компот. Японцы делают все наоборот, тут как в перевернутом фильме, начиная с компота, потом второе – и третье – суп. Мы водку вытаскиваем на берегах, естественным носом на себя. Японец только кормой на себя. Видите, да? Вот у Гераклита важнейшая пара противоположных – это сухое и сырое, сухое и мокрое. Мы умираемся сухим полотенцем, а японцы – обязательно мокрым. Видите? Инверсии, перевернутые смыслы. У нас плюс, у них минус, и наоборот, у нас минус, у них плюс. Вот зазеркалия, буквально зазеркалия, таких вот структур я могу вам привести очень много. Вот таких перевернутых, таких полиндромов своеобразных. Вот, это меня очень интересовало. И я вот ушел в эти миры восточные. Рерих, конечно, был моим вожатым здесь. И я решил доказать следующее. Я человек довольно-таки скромный, все-таки никто не может сказать, что я хвостом. Это не так. Но поскольку здесь вас мало, то я могу так чуть-чуть сказать о себе в плане таком поощрительном. Дело в том, что слова Достоевского, сказанные о Пушкине, о том, что русский человек – это человек, обладающий качеством всемирной отзывчивости, я считаю, относящимся ко всем нормальным русским людям. В том, что и к себе. Вот, обладали ли я качеством всемирной отзывчивости или нет? Это очень важная проблема. Очень важная проблема – это великие слова. Всемирная отзывчивость русской души. Всемирная отзывчивость русской души. Это сказано на века, это сказано гениально. Вот мне кажется, что сегодня это качество сходит на нет. Потому что мы плохо понимаем. И восток, и запад. Вот нынешняя политика России строится на основе националистической. Национализм – это что такое? Это как раз узость. Вместо всемирности – шоуры. Шоуры, рамки. Национализм – это самоубийство. Понимаете? Вот вы скажете, что, а как же так? А как же вот Япония? Япония – индустриальная держава, да? Сегодня. В то время мы знаем, что Япония держится за свои традиции. За свои, значит, эстетические критерии. Вообще сохраняется дух старины. Я скажу следующее. Вот японский национализм и вообще любой просвещенный национализм совместим со вселенской, со вселенской. Япония сохраняет свою специфику национальную. Но она как-то ее вот так не навязывает другим. И японец никогда не будет бить грудь, говорит, я японец. Это сделается очень скромно, очень смиренно, да? Но японцы жадно впитывают весь мир, все и кумен. У них музеи, где мы видим Иван Гога, Эдега и Пикассо. А как там Достоевского читают? Глубь, чем в России, во много глубже. Вот. А что у нас? У нас, да? У нас дубовость. Дубовость. Вот. И это страшно, страшно. Так. Чувство собой превосходства над другими этностями, презрение к ним. Как правило, такой национализм, такая форма национализма всегда перерастает в фашизм. Это закономерность, безусловно. Еще раз повторяю. Бывает национализм разумный, он всегда умеренный, он всегда просвещенный, он всегда тонкий, он всегда ненавязчивый. Бывает национализм, я бы сказал так, патологический, ущербный. Ущербный. Вот такой ущербный национализм сегодня является как бы нашей официальной идеологией, скажем прямо. Но это очень плохо, это очень дурно. Так вот, я, гордясь своей русскостью, хотел доказать всеверность своей души, доказать самому себе. И я стал входить в другие культуры. Ну вот, возьмем буддисм. У меня уже в юносе поразили слова, брошенные Чечериным в адресе Рериха. Я говорил, Рерих в 26-м году в Москву. Это был визит невероятно смелый. Рерих-эмигрант. А это что? Москва, это где? ЧК совершает ужасные преступления в зарубежье. Идут какого рода диверсии направленные против русских изгнанников. Мы это знаем. Он приезжает в Москву. Привозит письмо в Махатму. И вот комментарий Чечерина. Рерих полукумунист, полугудист. Но меня это очень заинтересовало. Я долгое время не мог добраться до книг живой этики. Они были недоступны. Это сейчас живая этика, пожалуйста. В любом киоске продается. Тогда мы это забывали как? Через серокопирование. Вот мой друг Смирнов Русецкий, художник Великий. Для меня это серокопировал. Вот. Червоне стоила книжка. И однажды его чуть ли не загребли чекисты. В институте, где стояла машина эра. Все это было под контролем КГБ. Но тем не менее мы эти книги читали. Так вот буддизм. Как так? Рерих очень пишет много на тему христианства. У Рериха есть великолепная серия картин, посвященных Сергею Радонежскому. Целые свиты. Рерих расписывает христианский храм. Вспомним, например, в Пархомовке под Киевом его мозаики, его фрески. Или вот в Пачаевской лавре, на границе с западом. Это западная Украина. То есть Рерих очень много сделал во славу христианства. Во славу своей родной религии. Религии, в которой он вырос. Которая его с детства питала. А с другой стороны у него очень много картин, посвященных учителям человечества. Там есть Лао Цзы, там есть и Конфуции. Там есть Нагарджона. А в Нагарджоне я еще отдельно скажу. Там есть Зара Астра или Зара Тустра, что одно и то же. И, конечно, у него очень много картин на тему буддизма. Его супруга Елена Ивановна, под садонимом Эн Рокутова, выпустила книгу «Основы буддизма». Она у меня есть. Первое издание есть у меня ее. Сейчас она много раз переиздавалась, но это вот раритет. Как это совместить? Христианство и буддизм. И вот я об этом много думал. Мне это все умывало, интересовало. Я стал собирать эти разговоры по буддизму. Давно уже, давно. У меня тоже прекрасная буддологическая библиотека. Все лучшее, что было на русском языке, все переводы на русский язык у меня есть. И я люблю уходить в буддийский мир. И вот как это сочетается? Я стал эту проблему решать для себя лично. Понимаете, да? Книги эти появились сами собой. Это результат моих студий. А я вот осваивал миры. Вхожу в мир зерастризма. Вхожу в мир веданта. Вхожу в мир иссихазма. Вхожу в мир эдосизма. Вхожу в мир эдосизма. Вхожу в мир эдосизма. Естественно, что я их осваиваю, наверное, поверхностно. Как поверхностно? Ведь я не специалист, и мне это не надо. Мне не надо. Я поэт. Я поэт. Так. Я достаточно профессионально разбираюсь в этих религиях. Я не их знаток. Это невозможно. Одна религия требует целой жизни, чтобы ее опознать досконально. Это не надо. Я читаю первоисточники. Я читаю комментарии. И у меня есть право говорить, что я более или менее понимаю предмет своих будущих вдохновений. А потом это я все пропускаю через себя. Через свою душу поэта. И самое интересное, что я написал о религиях, это венки санетов. Где эти религии адекватно поданы. Именно адекватно, в этом я был убежден. И в этом никто меня не может разубедить. Так. Вот. Хорошо. Ну вот я сейчас расскажу вам про буддизм. Ну скажу кратко, потому что я на лекции к этому вернусь. Ну вот три книжки у меня. Мой дзен, Моя Акинояна и Моя Махаяна. По середину расскажу вам интересный сюжет. Из своего детства. Я жил в городе Сартовало. Туда приехали мои родители. После войны. Это город финский. Мы отрезали в Финляндию часть ее территории. Выборг, Сартовало. Я жил в доме, который построил прекрасный архитектор финский. Мастер финского модерна. Ну не только модерна. Он работал в разных стилях. Уно Ульберг. Он придал облик Выборгу. Изумительным мастером. Этот дом очень был романтический. Где прошло мое детство. Дом, где имелись вытражи. Камины с очень такой сказочной керамикой. Это оказало на меня огромное влияние. Вы знаете, что Сартовало два года прожил Рерих. С 16 по 17 годы. И потом я с Светлана Николаевичем обсуждал этот период их жизни. А ведь Светлана Николаевич тогда был еще мальчиком. Когда он приехал в Сартовало, ему было сколько лет? Ему было 12 лет. А когда он ехал, ему было 14 лет. Но уже что-то он помнил. И он, конечно, ему показывал фотографии Сартовальского. Он сразу узнает эти дома. У него слезы на глазах. Это дом, где я жил, это дом почты в советское время. А при финнах это был банк. И религия там часто бывала. И он этот дом любил. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова